Всем привет, с вами Ford и сегодня мы продолжаем обзор автомобилей в игре City Car Driving. Давненько у меня уже не выходило новых выпусков. Наконец-то мне на руки попал достаточно интересный экземпляр, а именно Honda Civic Type R 2010 кузова. Заряженный хэтчбэк на 200 с небольшим хвостиком сил. Спасибо большое ребятам, которые предоставляют мне данные моды. Отдельное спасибо Сергею Матвееву за то, что предоставил данный мод. Ну вот, собственно, непосредственно так выглядит внешний автомобиль. Достаточно хороший, проработанный интерьер, точнее экстерьер. А вот и сам салон. Тоже все красиво, все на высоком уровне. Так, ладненько, давайте уже проедемся. Настроим наши электросидушки. У нас топовая комплектация. Настоящий японский заряженный автомобиль. Даже видим, что он праворульный. на механике, шестиступка, все дела. Ну что же, поехали. Вообще, у автомобиля достаточно много конкурентов, на самом деле. Это, если брать с немцев, и Ford Focus ST, и Golf GTI, и Opel OPC. То есть, таких вот заряженных хэтчбэков достаточно много, потому что всем хочется и по городу покататься, потому что заряженный хэтчбэк, это, в первую очередь, городская машина. И как-то немножко там со светофором немножко рвануть, там, кого-то сделай, там, и тому подобное. То есть, всем это нравится, особенно молодежи. В принципе, на этот, на них и рассчитан, в первую очередь, тот же Honda Civic Type R. Вообще автомобиль должен быть хорош, потому что Хонды славится своими, своими двигателями. Особенно были популярны втековские двигатели. Они быстрые, шустрые, высокооборотистые и вообще приемистые. Ну, давайте немножко попробуем. О-о-о, нормально, нормально, хорошо идет. Вот. 200 сил потрачены были не зря. Ну, точнее, как потрачены. Они здесь и присутствуют, на самом деле. Сегодня проведем замеры, конечно же. Выйдем на трассу, попробуем разгон до 100, до 160, если получится. Квотер замеры и тому подобное. Пока, по ощущениям, машинка очень приятная. Я бы сказал, мягковатая, как для своего класса, но она создает какое-то чувство уюта, что ли. То есть, она такая вся сбитая, пухлый руль, пухлая, очень пухлая торпеда. То есть, машина такая, знаете, приятная. Точно не американская, и она больше подходит, ну, похоже на европейские автомобили, чем даже не те же самые японские. Но по самому исполнению, видим тут всякие новшества, то есть, спидометра как такового нет, а он идет электронным. Давайте сидушку подниму. Вот видите, по центру руля сверху. Вот. Такой же прикол есть, например, на Ситроенах. Поэтому европейцы, все-таки, знаете, на такой риск не совсем пойдут. То есть, если эта машина будет популярна, вот такое исполнение того же спидометра, там, я не знаю, лет, наверное, 10, а то и 15, тогда они тоже такое сделают. Потому что немцы сами по себе очень и очень консервативны. Ничего себе, нас газель обогнала. Нормально, так бодренько она пошла, но давайте за ней, за ней тормоза проверим. Так, уже 100. Автомобиль очень бодрый, на самом деле. Это, конечно же, плюс. Небольшая пробка у нас, но ничего-ничего. Напоминаю также своим дорогим зрителям, что если вам приглянулась данная игра, вы всегда можете ее скачать и купить по ссылке у меня в описании. Никакого развода нету. В группе ВКонтакте у меня есть отзывы по поводу покупки игры непосредственно по моей ссылке. То есть, все чудесно. Если у вас какие-то есть вопросы в этом плане, задавайте, я с удовольствием отвечу. А ну-ка, со светофора до 7000 крутит. Нормально, нормально. Какая газель, вы что, шутите? Давайте, наверное, попробуем произвести первый замер, хотя бы до 100. Так, знаете, вот прогреемся. Все-таки машина спортивная, как-никак. Попробуем. Итак, пошла, 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 пошла. Давай-давай-давай, двигатель чудесно крутится. 8 секунд у нас до 100 сейчас получилось. Неплохой результат, но я думаю, что машина поедет и больше. Потому что по паспорту у нее 7 с копейками. Вот, а то и 6 с копейками. Я уже точно не помню. Да и, в принципе, знаете, вот паспортные данные это одно, а как автомобиль по факту едет, это, конечно же, совсем другое. Поэтому нужно тестировать, нужно пробовать. Но машина оставляет хорошее впечатление. Я ее, понятное дело, что сравниваю с Golf GTi, например, или с Focus ST, то такое же удовольствие мне, наверное, приносили только эти две машины. А теперь уже и третья у нас есть, Honda Type R. И хотя мод сам по себе платный, его так просто не скачаешь, тем не менее он реально качественный. И это один из небольших модов, которым видно, за что ты платишь. Потому что очень часто бывает, что платность модов заключается только в том, что они эксклюзивны. То есть нету такой машины бесплатной, поэтому качают платно. А сама проработка на таком же уровне, как и бесплатных модов. Здесь же сделано все нормально и все чудесно. Так, ладненько. Встанем там, где нам встать нельзя. Попробуем наш разгон. Еще раз. Давай-давай-давай-давай-давай. О, уже хороший результат показало. То, что я и говорил. Добай нам до 160 надо. Так, все, есть. Тормаживаемся, тормаживаемся. Тихо-тихо-тихо. Тормоза, кстати, неплохие. Не идеальные, но неплохие. Итак, что у нас получилось. 3.48 до 60. От 0 до 100 за 7.03. То есть в 7 секунд мы вписываемся по-любому. Если немножко еще наловчиться, то, в принципе, я думаю, мы и с 6 с копейками выйдем. 16.5 до 160 и квотер за 15.73. За 15.73. То есть это достаточно быстрый квотер. Вообще, если машина едет 15 секунд не меньше квотер, это уже говорит о какой-то спортивности данного агрегата. Всегда так было, всегда так с рамками. Вот у нас впереди, конечно, валенок на Миннике. И еще один на Альфе. Перестраивается, они включают повороты. Не, ну я не знаю, конечно, может сейчас там такие новые правила, но я сомневаюсь. Все-таки при перестройке всегда нужно делать так, как я сейчас сделал. Включать повороты. Автомобиль достаточно агрессивен. Но я что заметил, что вся агрессия у него уходит на разгон до сотни. То есть уже после 100 машина не так бодро едет. Серьезно. То есть ей все-таки нужно... Здесь, скорее всего, что дело в коротких передаточных числах. У коробки при старте. И там первая, вторая и третья, они реально очень короткие. Для города это, конечно же, плюс. Потому что ты можешь быстренько разогнаться для трассы. Это не совсем плюс. Но, тем не менее, как я уже изначально говорил, автомобиль является городским. Поэтому динамика именно в разгоне для него, наверное, самое важное. По управляемости хороший тоже агрегат. Подвеска мягковатая, я бы сказал. Я бы сделал пожестче. Но, тем не менее, зато если у вас больная спина, либо, не дай бог, там больная задница, то вам такая подвеска очень даже хорошо подойдет. Сейчас попробуем, наверное, немножко проехать в город. Посмотрим, как она себя ведет в пробках, в тянучках. И действительно ли это настолько городской автомобиль, как его позиционирует. Давай-давай-давай, проезжайте. Кстати, как ни странно, машина... Не, ну все-таки, конечно, раскру... Тянет она где-то после 4000. То есть, это не то, что ни странно, это нормально. Потому что это японские автомобили, и вы знаете все, что... Ну, или большинство из вас, что японские автомобили, именно двигатели, славятся тем, что они высокооборотистые. Но плюс данного агрегата, в сравнении с тем же GTA или с Focus ST, это то, что здесь стоит атмосферник. То есть, японцы умудрились из двухлитрового двигателя, а здесь стоит 2 литра двигатель, выдавить 200 лошадей на атмосфере. То есть, это очень и очень хороший результат, я вам скажу. Немцы, по крайней мере, тоже любители атмосферников, но, как оказалось, не настолько. Потому что... С Галифана вряд ли двухлитрового вытянешь вот именно этих... 200 сил на атмосфере. Ну, вот как-то так. Так, а ну-ка, газ в пол пошла, пошла. Давай, давай. Давайте еще раз, наверное, замер попробуем. Вот интересно, выйду я из 6 секунд или нет. Так, включим аварийку. Давай, 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 давай. 7,2. Нет, наверное, все-таки из... Давай, отормаживаемся. И из 6 секунд я не выйду. Ну, ничего, 7 секунд для данного агрегата, это тоже очень хороший результат. Плюс, данные машины очень любят тюнинговать, всячески нашпиговывать. То есть, поставить ту же турбину. Вот вы представьте, здесь идет 200 сил. 200 сил. Вот, и стоит атмосфера. Если поставить турбину, то 300 мы при правильном чип-тюнинге и правильной турбине мы вытащим очень легко, а то и все 400. Когда здесь будет 400 сил, вы уже понимаете, какая здесь будет дура и все такое. Поэтому в плане тюнинга автомобиль тоже очень хорош. И опять же, таки, это тоже показывает, почему такие машины любят молодежь и почему они так у них популярны. Так, планенько добавляем газу. Если-то BMW у нас впереди идет, никак мы ее обогнать не можем, ничего-ничего. Давай-давай, вот, начинает раскручивать его, вот, пошел-пошел. Но, вот видите, тяги как таковой особо нет уже после 120-130, то есть до 100 мы разогнали их быстро. А вот сейчас вот газ, пол, высокие обороты в 6 160, как бы быстро, да, но мне кажется, она могла бы ехать еще быстрее. Ну, вот как-то так. Вот до 100, она реально, идеально, можно сказать, разгоняется, потом уже немножко подтупливать начинает. Как-то так. Седем, наверное, на С-трассе, да будем заканчивать этот тест-драйв. Пишите, ребята, в комментариях, как вам будет тест-драйв, какие машины хотите увидеть, что не хватает, может, какой-то камеру еще может добавить, или какой-то там, не знаю, какие-то, может, игры еще обозревать. Потому что много предлагают игр, ну, например, Омси я не очень хочу, потом, что там еще, GTA пока что не делаю. То есть мне, у меня, в принципе, сейчас, если честно, в основном в приоритете сети кард-драйвен, да и спинтайрс, по сути, и все. По крайней мере, это самые популярные игры. Ладненько, на сегодня все. Ставим лайки, дизлайки, всем всего хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok